МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Последняя инстанция. Глава Чувашии провел прием граждан по личным вопросам. На общественных началах депутаты городского собрания приняли решение о статусе главы города. Свободолюбивый народ. В Чувашии отметили День казачества. Последняя инстанция. Сегодня глава Чувашии провел очередной прием граждан по личным вопросам. На этот раз Михаил Игнатьева просили решить жилищные проблемы и даже поучаствовать в новогоднем чуде. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Зачастую именно этот кабинет становится последней инстанцией в решении наболевших вопросов. Несколько раз в год в общественной приемной председателя правительства России с жителями региона встречается глава Чувашской республики. Регулярно здесь принимают граждан и члены кабинета министров и народные избранники. Люди приходят сюда самыми разными проблемами. В этот раз на прием главе республики записались пять человек. Валентина Андреева приехала поинтересоваться, когда в новом городе появится поликлиника. Михаил Игнатьев отметил, что медицинскую помощь шаговой доступности жителям начнут оказывать в следующем году. Мы выкупаем те помещения, которые строители строят. Первый этаж под магазины, под это значит они продают. Мы выкупаем. На это средства уже предусмотрели. На полностью капитальный ремонт, реконструкцию, стены где-то надо будет переделать. Еще дополнительно почти 20 миллионов рублей. В 2017 году вся эта процедура у нас запускается. К Новому году мы откроем, где будет и педиатр, там будет офис врача общей практики в таком широком формате. Андрей Тимофеев из Канашани первый год ждет, когда его семью переселят из аварийного барака. Снести его обещают давно, но ВОЗ и ныне там. Все стены дуют, ребенок постоянно болеет. Постоянно приходится вывозить в больницу. Потому что простует, все сразу в больницу. Полов дует, пол ломается, уже стены капают. Новый дом для переселенцев в Канаше возводят с прошлого года. Но завершать работы подрядчики не торопятся, говорит Андрей. Глава республики пообещала разобраться в проблеме на этой неделе. А мы все проверим, все выверим. Дом достроен и вы будете переселены с аварийно-жилищного фонда. Мы должны в Канаше в этом году переселить 268 человек. Из 104 жилых помещений. До конца этого года должна справить новоселье и Виктория Соколова. С 9 лет она воспитывается в приемной семье. Своя квартира, говорит девушка, ее заветная мечта. На учете я стояла на очереди. Сейчас по очереди я стою пятая. Реально, в этом году вы должны уже получить новую квартиру. И получить свое благородное счастье. Новогодняя мечта на встрече с главой региона сбылась и у Ариадны и Маши Черновых. В октябре девочки попросили у президента страны Владимира Путина настоящую елку. Ответ на письмо не заставил себя долго ждать. На имя президента Российской Федерации поступило письмо Ариадны и Марии Черновых. Все зафиксировано. Письмо вообще никуда не потерялось. И к Новому году на самом деле вы получите елку. Подарок от президента девочкам вручили сегодня. Ариадна и Маша говорят, что они мечтали именно о такой елке. А зеленый, красивый, большой. Но сюрпризы на этом не закончились. Глава республики пообещал, что в декабре девочки отправятся в Москву уже на кремлевскую елку. У нас выезжает делегация в декабре месяце. Там дата обозначена. Вы включены будете в эту официальную делегацию. Дети успешные поедут на этот самый малобеспеченных семей. Ну там дети-сироты поедут. Прием граждан по личным вопросам Михаил Игнатьев проводит четвертый раз за год. После таких встреч был отремонтирован спортзал в школе поселка Тюрлема. Благоустроены дворы в Чебоксарах. Завершен ремонт в квартирах ветеранов. Все вопросы, они касаются, конечно, вопросов жизнеобеспечения прежде всего. По комплексной оценке всех тех общественных организаций, специалистов, у нас результаты хорошие. Две трети всех тех вопросов, которые были подняты, они разрешаются. Одна треть вопросов касается информационной, разъяснительной, методологической или подсказывает людям, куда надо пойти, как нужно разрешить вот этот вопрос. Обратиться с наболевшими вопросами напрямую к членам правительства и депутатам жители республики могут не только здесь. В Чебоксарах работает и общественная приемная президента страны Владимира Путина. По отдельному графику личные встречи с гражданами проводят руководители министерств и федеральных ведомств. Медрик Ковалев, Сергей Адушкин. Республика. Платить зарплату будущему главе города или не платить? Сегодня депутаты Чебоксарского городского собрания поставили точку в этом вопросе. Ольга Пырочкина подробнее. Изменение в уставе города Чебоксара. Под такой формулировкой скрывался в повестке дня вопрос о том, будет ли будущий глава города Чебоксара получать зарплату или нет. Может показаться, что при такой постановке вопроса будущий городоначальник пострадавшая сторона. Но это, конечно, не так. Изменения в уставе Чебоксар предполагают, что столичный мэр не будет получать зарплату, потому что будет работать на непостоянной основе. А это значит, что помимо городских дел он на законных основаниях сможет заниматься чем-то еще. Например, вести собственный бизнес. А таковой имеется почти у всех депутатов ЧГСД, из числа которых и выберут нового градоначальника. Тем не менее, мнения народных избранников разделились. Одни делали акцент на то, что в городе много дела совмещать эту должность, с другой невозможно. Их оппоненты напоминали, помимо главы, для этого есть целая команда администрации. После жарких публичных слушаний и обсуждений на комиссиях депутатам все еще было что сказать. Я глубоко убежден, что, как и большинство присутствующих, нам недостаточно аргументов для того, чтобы высказаться за или против. Но я не верю в альтруизм, я не верю в филантропство. Если мы говорим о том, что будет допущена экономия в размере ежемесячного жалования этому главе, тогда давайте пойдем дальше, разовьем вот этот аргумент, что давайте сократим тогда аппарат на его содержание, давайте вычтем все расходы на его содержание. Лично мое убеждение, что надо делать, совмещать главу города с сети менеджером или главу администрации, и это выбирать этого человека, чтобы был выбор не только из числа депутатов. И надо дать возможность выбрать вообще всеобщие выборы, прямые сделать. Ту позицию, которую сегодня мы заняли и, в принципе, для себя уже определились, думаю, надо поддержать. Правильно сегодня было сказано, форма может быть разная, работать, но главное дело, чтобы цель была достигнута. Цель у нас одна – развивать наш город, благоустраивать его. Судя по результату голосования, позицию последнего оратора разделяет большинство. Кто за то, чтобы принять решение в целом? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Два. Кто воздержался? Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть воздержалось. Решение принимается. Итак, будущий глава города, которого выберут, в ближайшее время будет работать на непостоянной основе. Помимо вопроса о статусе должности главы города, депутаты утвердили изменения в городскую казну на 2016 год. Бюджет увеличился более чем на 1 миллиард 350 миллионов рублей. Опустующее до этого дня депутатское кресло Владимира Викторова, который ушел в Госсовет Республики, по предусмотренной законам процедуре заняла Елена Турханова. Ольга Пырычкина, Расиль Мухаммедов, Республика. Сегодня в районе трех часов дня загорелся склад в типографии издательско-полиграфического комплекса Чувашия. Весь персонал был эвакуирован. Подробнее по телефону главный редактор газеты «Советская Чувашия» Владимир Васильев. Крупные клубы дыма повалили с левого торца корпуса, где находится непосредственно производственное помещение. Произошло задымление нескольких этажей, в том числе тех, на которых располагаются редакции республиканских газет «Советская Чуваша» и «Хабар» и других организаций. На некоторое время работа в редакции приостановилась, но пока дым не рассеялся, все ждали, но работа продолжилась. Все нормально и все газеты, насколько мне известно, выпускаются в нормальном формате. Ребята из Чебоксарского стройотряда «Энергия-21» с гордостью называют себя бойцами. Несколько лет подряд летние каникулы они проводят вдали от дома. Трудятся на всероссийских студенческих стройках. Этим летом ребята были в городе Озерск, что в Челябинской области. После таких поездок море воспоминаний. Общая работа всегда объединяет людей. Появляется желание встречаться, проводить вместе свободное от учебы время. А это у нас флешмон был танцевальный. Мы пять человек с отряда тоже принимали участие в этом. Вот здесь вот, где-то я должна быть. Вот. А это вот то, как работали у нас ребята, получается, на стройке в таких костюмах белых. Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом» собрала студентов-инженеров с 23 регионов страны. Чувашию представили студенты Чувашского государственного университета. Мы съездили удачно и достойно показали себя в этом сезоне. Также я лично для себя открыл новую отрасль, то есть новое производство, на котором мы работали. Производственное объединение «Маяк». Структурное подразделение госкорпорации «Росатом» предприятие известное. Ему не один десяток лет. «Маяк» развивается, потребовались новые площади. И студенты с удовольствием поработали. Правда, пока не на инженерных должностях, а рабочими на стройке. Мы занимались общестроительными работами. То есть штукатурка, делали отмостку. Работники даже восхищались нами, потому что говорили, что ни один работник бы такого объема не сделал. Работали мы по 10 часов в день. Нашлось место в строитряде и девушке. Правда, не на тяжелой физической работе, а в отделе кадров. У нас вот были офисные, то есть офисный стиль, офисная работа с бумажками. Я, получается, занималась поощрением людей. То есть писала им награды в трудовых книжках, в личных делах. Делала ксерокопии. На всероссийском слете студенческих отрядов атомной отрасли бойцы «Энергии-21» получили благодарность от корпорации «Росатом» за высокий уровень производительности труда и качественное выполнение заданий. Для них были организованы экскурсии в научно-образовательные центры Москвы. Дарина Игнатьева, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика. Следственное управление Следственного комитета по Чувашии возбудило уголовное дело на крупного бизнесмена. Гендиректор компании «СУОР» Владимир Гермалаев подозревает в неисполнении обязанности налогового агента в особо крупном размере. По версии следствия, с сентября 2014 по декабрь прошлого года в столице республики подозреваемый с целью незаконного увеличения ликвидных активов возглавляемая организация своевременно не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц на общую сумму свыше 139 миллионов рублей. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. К материалам дела преобещена необходимая документация, свидетельствующая о совершенном налоговом преступлении. В ходе следствия будут приняты необходимые меры по возмещению причиненного бюджетной системе ущерба. Расследование уголовного дела продолжается. В ноябре в республике, как и по всей стране, проходит антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». С помощью акции МВД и прокуратура Чувашской республики надеются привлечь внимание общества к серьезной проблеме. Противодействовать незаконному обороту наркотических и психотропных веществ можно только объединив усилия. Открыта горячая линия. Прокуратура и МВД Почувашской республики готовы принять звонки неравнодушных людей. О любых фактах распространения наркотиков можно сообщить по телефонам, которые вы видите на экране. 85 лет назад, 15 ноября 1931 года, жители Урмарского района впервые открыли страницы местной газеты. Тогда она называлась «Трактор». Позже газета получила новое название «Херлея Лав». В переводе на русский – «Красное знамя». Коллектив поздравили сегодня в районном Доме культуры. В 1931 году Урмарская районная газета была печатным органом райкома КПСС и райисполкома. Тираж тогда составил тысячу экземпляров. С этого времени газета печаталась на двух страницах. Во время Великой Отечественной войны лучшие раб Силькора и сотрудники добровольно ушли на фронт. Оставшиеся в тылу в своих статьях выражали ненависть к врагу и вселяли в читателей уверенность в победе над фашизмом. В послевоенные годы темы газеты в основном были связаны с восстановлением разрушенного войной народного хозяйства. С 1958 года газета стала издаваться на четырех полосах. Тогда же стали выпускать и литературные страницы. По сей день газета «Херлея Лав» «Красное знамя» остается уважаемой и самой читаемой в Урмарском районе. В этом большая заслуга главного редактора, всего творческого коллектива и, конечно же, внештатных корреспондентов. Благодаря их стараниям удерживается тираж местного печатного издания. Сегодня он составляет около трех тысяч экземпляров. Читатели регулярно получают интересную и качественную информацию обо всех сферах жизни района и республики. День казачества появился в 1989 году и с тех пор прочно закрепился в умах и сердцах народов. Община казаков республики отметила историческую дату праздником Вольница. Казачью культуру не спутаешь ни с какой другой. Яркая, зажигательная, голосистая, любимая всеми. Песни и танцы казаков любят включать в свой репертуар многие народные ансамбли. Некоторые из них звучали на праздники. «Если ты солдат, то сражайся светло, не вреди назад, поступать не делай». Хотя Чувашия и далека от донских и кубанских просторов, все же казаки живут и здесь. В начале 17 века они охраняли границу Ядрин-Курмыш-Алатарь, а после завоевания Казани были расформированы. Многие из них остались на чувашской земле. Если в двух словах сказать, кто такой казак, то это физический и духовно крепкий человек, преданный воинскому делу, готовый вступить в бой за свою родину. Его свободолюбие тесно граничит с жесткими правилами, а еще казаки – глубоко верующий народ. Прежде чем идти на бой или перед опасным заданием, казаки всегда ходили в церковь и молились. И в храме доверяли своим душам Господу. И шли спокойно на заполнение задания, потому что знали, что Господь распорядится правильно. Одной большой православной семьей, что все казаки России. И на самом деле, где бы ты ни был, ты увидишь казака, только с ним поздороваешься и узнаешь, казаки это или нет. В истории этого народа были разные времена. Казаки подвергались гонениям. Но в любых обстоятельствах они оставались верны своей присяге. Казаки, вернее, всех служили империи и государству, и больше всех они страдали от государства. Например, переломные моменты истории 20 века, так называемое расказачивание. Это можно назвать даже геноцидом, уничтожением казачества. Но тем не менее, несмотря на все лихолетия, сегодня казачество, оно вновь, можно сказать, встает, заявляет о себе. Традиции и обычаи этого народа вызывают интерес у молодежи. Она с удовольствием слушает рассказы станичников, осваивает военное мастерство. Некоторые проходят обряды посвящения. Так что у казачьей общины республики есть уже своя история. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика. В Республике стартовал первый в Чувашии международный фестиваль в ГИК. Кинофорум продлится неделю, а показы пройдут на нескольких площадках Республики. В Государственном архиве электронной кинодокументации, в Национальной библиотеке, в Чувашском госуниверситете, а также в музее Бичурина в Кугесях. Подробная программа фестиваля на сайте Минкультуры Чувашии. Ревнивая отелла, страстная Кармен и загадочная Коко Шанель. Судьбы этих героев переплетутся на сцене Чувашского театра оперы и балета. С 24 ноября по 4 декабря там пройдет 26-й международный оперный фестиваль имени Максима Михайлова. В этом году международный 26-й оперный фестиваль на сцене Чувашского театра оперы и балета будет беспрецедентен. По количеству коллективов и по количеству артистов, которые будут принимать участие в этом фестивале, это более 600 артистов разных театров. Фестиваль откроет лучшие премьеры последних лет. В этом году зрителей ждет встреча сразу с тремя театральными коллективами. Марийский театр оперы и балета покажет любовь к трем апельсинам Прокофьева. Государственный театр оперы и балета Удмуртской республики Турандот Пучини. Эти две оперы ни разу не шли на нашей сцене. Впервые в фестивальной афише опера-мюзикл. Трогательная история любви, проникновенные мелодии, зажигательные танцы и даже настоящий показ мод. Все это в постановке Нижегородского академического театра. Опера-мюзикл «Коко Шанель. Страница истории» будет интересна и поклонникам творчества чебоксарского модельера Игоря Додиани. Все костюмы на сцене сделаны по его эскизам. С крупным счетом 8-0. Хоккейный клуб Чебоксары обыграл саратовский «Кристалл-юниор». Тренерский штаб чебоксарской команды до последнего не знал, стоит ли ехать в Саратов. Дело в том, что соперники не смогли приехать на тур в столицу Чувашии из-за отсутствия средств. Но наша команда все же решила выехать на игры. Как сообщила пресс-служба саратовской дружины, играть против богатырей вышли даже не юниоры, а юниоры-юниоры. Из-за финансовых проблем клуб не платит зарплаты. Игроки основной команды бастуют. Так что исход игры был решен уже в первом периоде. Дмитрий Обережа, Андрей Копылов и Антон Горбенко забросили безответные шайбы. Авторы шайб в следующих периодах – Максим Лях, Айрат Валиахметов, Олег Колесников и Максим Преступлюк, сделавший дубль. После этого матча хоккейный клуб «Чубоксары» занимает первую строчку в турнирной таблице. 85 лет здесь готовят специалистов, востребованных на рынке труда при любой экономической ситуации в стране и мире. Речь о цивильском аграрно-технологическом техникуме. Репортаж смотрите далее. Наши новости и программы смотрите на сайте ntrk21.ru. Я, Ольга Пану, с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения «Чуваши». Каждый год выпускаются механизаторы, электрики, специалисты по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Экономисты и бухгалтеры – все они, занимая разные должности, делают одно главное дело – кормят страну, производят продукты питания для населения. Профессиональное образование, полученное в цивильском аграрно-технологическом техникуме, дает выпускникам возможность быстро двигаться по карьерной лестнице. Многие из них занимают немалые посты в аграрной отрасли. Сегодня цивильский аграрно-технологический техникум представляет собой современный образовательный комплекс, в котором обучаются более тысячи студентов по 11 специальностям и рабочим профессиям, относящимся к 6 укрупненным группам специальностей. Сильный преподавательский состав, а треть преподавателей имеет высшую квалификационную категорию, взял на вооружение все современные методы овладения профессией. В техникуме работают 5 кандидатов наук. В 2015 году на базе нашего техникума создан многофункциональный центр прикладных квалификаций. В сентябре 2016 года приказом Министерства образования и науки Чуварской республики нашему техникуму присвоен статус ведущего колледжа республики по подготовке кадров, относящихся к ТОП-50. При многофункциональном центре прикладных квалификаций по сельскому хозяйству создан Центр повышения профессиональных компетенций трактористов-машинистов. Центр позволяет организовать проведение занятий на более высоком уровне, изучение современных образцов сельхозяйственной техники и перспективных технологий возделывания сельхозяйственных культур с применением системы машин для точного земледелия. К студентам Цивильского аграрно-технологического техникума представители предприятий республики присматриваются уже с первых курсов, а будущий специалист АПК проходит стажировку не только на базе местных предприятий, но и за рубежом. За 85 лет техникум стал без преувеличения кузницей кадров агропромышленного комплекса не только настоящего, но и будущего. Кроме того, в центре повышают квалификацию уже работающие механизаторы и инженерно-технические работники. В наших руках ближайшие 5 лет, 6 лет будущее нашей страны. Коллективу Цивильского аграрно-технологического техникума была вручена благодарность главы Чувашии. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова